Итак, всем добрый вечер. Поставьте, пожалуйста, в чате плюсиками, как меня слышно и видно. Слышно хорошо? Тогда мы можем с вами начинать. И я думаю, что вы меня поддержите, и хотелось бы именно сейчас, перед тем, как я начну свой вебинар, так как у нас вчера с вами был праздник мужчин, и я думаю, что вы ко мне присоединились и поздравим с последующим праздником наших мужчин, наших бизнес-партнеров, наших любимых мужчин, которые находятся с нами, поддерживают нас и в бизнесе, и помогают семье. И, дорогие мужчины, вот эти все сейчас поздравления в чате, плюсики, смайлики – это именно для вас. И мы будем начинать, и начиная свою историю успеха, как я пришла в компанию, и что было до компании Reflame. До компании Reflame все как у всех. Детский сад, школа. После школы я закончила колледж связи с красным дипломом, потом поступила в институт в город Минск, и, окончив, вышла замуж, родила ребенка. Устроилась на работу, конечно, не без явных, скажем так, было устроиться очень трудно после заочного отделения, но в итоге, придя работать на почтовое отделение, оператором по доставке и спецотправлении очень быстро пошел карьерный рост, именно в этой связи очень быстро стал оператором, заместителем начальника и начальником почтового отделения. Ну, вы знаете, была вроде бы хорошая должность, но, в принципе, больше ничего особого не было. Хороший коллектив, да, это тоже был большой плюс, но, к сожалению, ни свободного времени, ни, которое можно было уделять детям, ни той зарплаты, которую ты ожидаешь от хорошей должности, конечно, этого всего не было. И в 2009 году, когда я находилась в декретный второй раз, именно в нашу семью постучала, скажем так, компания Reflame. Пригласили меня в компанию по холодному рынку, мой спонсор Лена Керзенок, и это вообще был первый раз, когда я просто общалась даже с консультантом компании Reflame. До этого момента я у компании только знала, что это косметическая компания, и больше ничего. Меня пропитировали по телефону, нам ответят на вопросы, и предупредили, что если анкета выгодит, вы сможете получить свой подарок. И уже на следующий день меня пригласили за подарком. Ольгиз тогда находился на Викоме. Конечно, когда я пришла туда, меня очень поразила атмосфера, которая там есть. Меня поразили люди, которые там были, потому что действительно все были дружелюбные, и те возможности, которые я узнала о компании, мне тоже, честно говоря, не скажу, что они меня удивили, но я действительно раньше не слышала о компании, которые есть такие возможности. Я зарегистрировалась в компанию, и причиной регистрации было, конечно же, деньги. Ну, скажем так, на то, что деньги, их не хватка. Хотелось просто элементарно, так как не ходила в декретном отпуске, не хватало денег на собаки детям, на какие-то дополнительные игрушки, на какие-то сладости, ну, просто даже для того, чтобы попало от себя и семьи. И, когда я в компании, не всегда все получается сразу. Так было у меня, и тем более я вообще не знала продукцию, я не знала, кому показывать, как рассказывать об этой продукции. И, конечно, первое, что я начала делать, это посещать обучение. Обучение от нашей команды, обучение от компании. И действительно, когда ты начинаешь действовать, начинаешь получать эти результаты, которые ты хочешь, если действительно ты хочешь посещать того, что ты запланировал. И обучение дало мне возможность хорошо поработать с каталогом. Это было начальное моё цель. И, конечно же, придя на бизнес-встречу компаний, я узнала возможности бизнеса. Вначале, конечно, бизнес был, кажется, далеко. И тем более, когда я слышала о том, что зарабатывать нужно, вернее, где бизнес строить, приглашаю людей в команду. Я тогда была мысль у меня, что приглашать на меня команду, а бизнес точно не для меня. Но большое спасибо, опять же, спонсору Лене Корзино за то, что она пригласила меня. Она создала вместе список и начала работать по тёплому рынку. Буквально за 2-3 каталога, работая всего 2 дня в неделю, и не целых, 4-5 часов. Один день я обучалась, другой день я приглашала людей на встречу. За 2-3 каталога я вошла на уровень 9%. На структуре было всего 6 человек. И, кому кажется, делалось бы 50 баллов. Это был тёплый рынок, и действительно, если вы сомневаетесь, с какого рынка начинать, тёплый рынок – это те люди, которые вас поймут, это те люди, которые будут знать, чего вы хотите, да, и прощат какие-то ваши ошибки, которые у вас будут в начальном этапе. После этого был уровень, после 9% был уровень 12. Команда росла, потом уже пошла работа по холодному рынку. И в этот период я ушла в третий декретный отпуск. И, скажем так, осталось работать только с потребителями. Помогать им отвечать заказы, придавать им какую-то консультацию. Конечно же, группа быстро упала до 6%. Выйдя с декретного, тогда я понимала, что государственная работа – это не то, чего я хочу. Там нет перспективы, которые можно получить здесь в компании. И благодаря активной работе за полгода был установлен уровень 12%. Далее 15, 18, и вот в конце 2015 года долгожданный уровень 22%. Знаете, он не был просто так случайно. Была активная работа последние полгода, потому что очень хотелось достичь этого уровня до открытия звания директор. Я скажу больше того, еще в 16 каталоге, по итогам 16 по структуре было 3500 баллов бонуса. Но уже в 17, благодаря действительно правильным действиям до 17 каталога, конечно же, помогли и новогодние праздники, и результат тот, который есть – 7500 баллов и уровень старшего менеджера. И вы знаете, я для себя выбила за последние полгода за год 4 составляющие успеха, о которых я хочу вам и сегодня поделиться. И первая составляющая – это видение. Видение себя в этой компании, видение себя в этом бизнесе. Вы знаете, самый главный вопрос, который нужно задать себе очень часто – зачем вы здесь в компании. У кого-то это цель, у кого-то это мечта, у кого-то это огромное желание, у кого-то это причина, у каждого свое. Но эта причина, эта ваша мечта, она должна вас вести к тем вершинам, чтобы все преграды, которые встречаются на вашем пути, они были ничто по сравнению с тем результатом, которого вы хотите достичь. Нет смысла заставлять человека делать что-то, если он этого не хочет. И даже маленькая преграда для таких людей будет казаться большим препятствием, и они не смогут идти дальше. Возможно, сейчас, если вы долго сидите на каком-то уровне, возможно, именно вот эта самая главная первая причина – видение, для чего вам это нужно, для чего вы хотите достичь того результата, и заставляет вас долго не расти, потому что вы не знаете, для чего, вы не знаете, почему вы хотите идти, потому что, когда цель выгорите, то действительно хочется добить того результата, который у вас запланирован был в начале. Вторая причина – у меня в разотворении с компанией, если говорить о мечтах, были такие же мечты, как у всех. Квартира, дом, отдохнуть летом на даче, да, и, в принципе, особых таких причин глобальных не было. Сейчас в компании «Арифлейм» действительно я научилась мечтать. Это мучает компанию, это учат наши лидеры. И мечты меняются, потому что меняются ценности. Сейчас хочется действительно хорошего обучения для своих детей, хочется отдыхать за границей, хочется родителей отвезти на море, потому что мама моя уже на пенсии, но ни разу не была еще на море. И хочется просто помогать тем людям, которые находятся рядом с нами. И действительно, сейчас я могу говорить о мечтах очень многое, потому что я понимаю, что благодаря компании эти мечты достижимы, они реальны, и все только зависит от нас, все в наших руках. И вы знаете, каждый человек простоен, чтобы его мечты реализовывались. И очень часто, когда говорят о слове «мечта», любая мечта, она, скажем так, нужны деньги для реализации любой мечты. Конечно, деньги — это не цель, но они нужны для того, чтобы достичь этих результатов или какой-то там цели, достичь, которой мы хотим. Если бы не стоял у вас вопрос «детка», просто ответьте для себя. Была ли у вас та машина, в которой вы сейчас ездите, был ли у вас тот дом, так было ли вы поздравляли своих родных и близких, хотели бы вы им дарили подарки, которые вы дарите им сейчас. Всегда, когда не стоит вопрос денег, когда все остальное отходит на задний план, ты понимаешь, что все, что хочешь в этой жизни, ты можешь дать детям, и семье, и родителям, и самой себе. И в данный момент, я не знаю, другой компании, которая может помочь нам реализовать наши мечты. Вторая составляющая именно достижения успеха — это, конечно же, команда. И сейчас я говорю не о всех потребителях, которые приходят к нам в команду, а именно о тех людях, которые пошли за нами, которые готовы строить бизнес, которые готовы реализовать свои мечты, свои цели. Действительно, это как семья. Это команда, которая готова тебя поддержать. Когда ты работаешь один, то иногда тяжело, и ты не знаешь, как с этим справиться. Но когда у тебя есть команда, ты понимаешь, что хочется идти вперед, хочется что-то менять новое, хочется помогать им расти. И это действительно уникальная возможность. Потому что когда ты с командой, ты, мне кажется, можешь победить все, все преграды пройти, да, и когда ты работаешь один, то и результат получается один. А когда у вас двое, трое бизнес-партнеров, когда ты огромная команда, тогда все складывается очень легко, очень быстро, и хочется достигать новых и новых целей вместе с командой. Работа сплочает, и хочется, чтобы не только ты, да, не только твой успех, но и успех команды, и ты за них радуешься больше, чем за свой успех. Третья составляющая – это, конечно же, действия. Только действия, правильные действия нас приводят к тому результату, который мы хотим. Вы знаете, когда мы планируем какую-то работу, планируем какие-то действия, планируем какой-то результат, то действительно хочется достигать этих результатов. И знаете, когда я изучала тему анализа, планирование целей, действия, скажем так, специалисты разделились на два потока. Одни считают, что для того, чтобы получить результат, должна быть четкая цель, должен быть план, должны быть действия и анализ этих действий. А вторая категория считает, что, например, большое количество людей так погружаются в составление, чтобы написать цель и планы составления, что до действий дела не доходит. И вот в нашей команде мы сейчас тоже сделали такой небольшой акцент. Мы берем два этих, как будут, и первый, и второй. Но новички, которые сейчас приходят в нашу команду, мы с ними больше работаем на том, что именно действия и анализ. То есть когда человек только пришел, он еще ничего не понимает, он еще не знает, как правильно действовать, как приглашать людей. Но главное, чтобы он четко знал, что ему нужно делать, и после его действий анализировать, что его приводит к тому или иному результату. До уровня 6-9% в своей команде мы сейчас именно даем человеку понять, какой его темп работы, на что он готов, и вообще готов ли он действовать. Потому что всегда есть две категории людей. Одни хотят делать, а другие делают. Конечно же, в нашем бизнесе нам хочется, чтобы было больше второй категории, которые и говорят, и действуют. Потому что и от их действий, и от наших сплоченных действий зависит общий результат. И когда уже человек, у человека есть команда, с уровня 6-9-12, это все зависит от человека. Мы приходим к первому потоку, согласно с первым потоком, что должен быть четкая цель, должен быть четкий план, причем не только краткосрочный, но и долгосрочный. Должны быть активные действия, каждодневные. И, конечно же, анализ тех действий, которые были. Вы знаете, вот это планирование и анализ бизнес-партнеров, которые мы проводим в последние два каталога, он тоже дает свои результаты, очень активные, очень хорошие. Потому что буквально два каталога назад, наш настоящий спонсор Лена говорит о том, что они отслеживают в своих командах активность. Отслеживают и другие показатели. И даже в своей команде стали отслеживать, и буквально четко планировать бизнес-партнеровность, какая у них должна быть активность, сколько человек должны разместить заказ. И уже по итогам действующего каталога, перед этим, за первую неделю, активность у всех ключевых бизнес-партнеров была 26-27%. Конечно же, планы по рекрутированию, планы по количеству бизнес-партнеров, которые мы хотим, чтобы увеличилось в каждом каталоге. И каждую неделю на общей планерочке мы эти результаты отслеживаем, смотрим, что получилось, какие результаты дали хорошие, какие действия дали хорошие результаты, какие действия, возможно, не учить. Но, знаете, любое действие, оно может проснуться творчеством. И мне очень нравится работать в команде и вот эти активные действия, потому что, когда ты с командой, ты понимаешь, что не хочется рутинной работы. Вот это тоже плюс компании «Арифлэйн», что нет рутинной, ты можешь работать так, как тебе нравится. Вот эти наши встречи по оформлению каталога, как украсить столы на нашем мероприятии, как провести работу на промо-стоечке. Вы видите, что каждый раз хочется придумывать что-то новое, интересное, потому что и людям это нравится. Буквально сегодня, вот видите, слайд посрединке, посрединке на промо-стоечке, мой бизнес-партнер Тена Просова буквально сегодня. Мы вот ходили с ней с новыми идеями, и действительно люди сами подходят для того, чтобы посмотреть, что это за сердца, что это за новый аромат от компании «Арифлэйн». И действительно им интересно. Когда интересно, оформлено любое мероприятие, люди хотят переходить, люди хотят знакомиться с компанией и сотрудничать с такой компанией. И следующая составляющая любого успеха – это, конечно, лидерство. Вы знаете, каждый, кто находится сегодня на вебинаре, если у вас нет бизнес-партнера, мы с вами должны понимать, что приходим в компанию «Арифлэйн» строить бизнес не для кого-то, не для спонсора, не для своих родных, не для своих бизнес-партнеров, консультантов. Мы строим его для себя. И поэтому в первую очередь у нас должна быть четкая ответственность за те действия, которые мы делаем. Вы видите сейчас такой семь ступеней лидерства, именно шаг в путь «Арифлэйн». И действительно, когда мы только приходим в компанию, мы с вами соревнованы для себя. Потому что мы приняли решение, что-то поменять в своей жизни, пойти где-то вопреки своим страхам, своим каким-то установленным для нас, кажется, нормам, принципам, и мы что-то меняем в своей жизни. Лидер для других. Когда у тебя уже появляются люди, когда они идут за собой, и когда вы становитесь лидером в компании «Арифлэйн», лидером для команды, например, вы понимаете, что за вами пошли люди. И у вас есть ответственность перед этими людьми, у нас, у всех, кто пошел за нами для того, чтобы достигать цели, те лица, которые мы хотим. Что касаемо планов, тоже, кроме того, что мы ставим планы на активность, мы еще, конечно же, ставим планы на посещение мероприятий. И это тоже очень классно сработало, потому что когда человек ставит себе количество людей, которые он хочет пригласить, я скажу, если первое мероприятие было 3 человека, последующее плюс 1, 4, 5 и так далее. И когда человек берет даже просто ответственность за то, что на это мероприятие будет определенное количество людей, и он уже планирует время, когда он может звонить своих людей, когда он их пригласит, и вы все, наверное, знаете, что уже 13 марта у нас будет большая мультивционная встреча, шикарное мероприятие, где мы будем поздравлять новые уровни, новые какие-то достижения по итогу 16-го, 3-го каталога. И у нас тоже есть свои планы. И мои бизнес-партнеры, зная о том, что мы планы ставим во всего по количеству, знаете, сразу, какое минимум нам нужно сделать, да? Я говорю, минимум 15 человек у нас должно быть от нашей команды непосредственно. Но уже, то есть проработать, понимая, что времени не очень много, это кажется, что много, сейчас уже 10 человек у нас уже написано и в деньчике до первого числа. Я думаю, что будет не 15, будет намного больше, потому что действительно такое мероприятие, на котором нужно быть, нужно быть со своими командами для того, чтобы они могли мотивироваться, расти, достигать тех целей, которые они хотят. И действительно, иногда в компании мы приходим, потому что нам не хватает признания за те действия. Знаете, буквально недавно у нас появился новый бизнес-партнер, Максимова Светлана, и когда она пригласила своего новичка на эту встречу, ее тогда еще поздравляли, только с уровнем 3-6, там она закрылась затем каталог, два уровня. И она работает вместе со Светланой, ее знакомой, говорит, ты знаешь, мы с тобой работаем, она работает в свадьбе воспитателя, говорит, мы с тобой работаем, и не всегда вообще можно слышать слова благодарности за ту работу, которую мы делаем, хотя действительно работать с детками очень сложно, очень трудно. А здесь тебя за какое-то, там, небольшое достижение, там, да, за какой-то товарооборот, причем ты получила и деньги за это, да, ты еще получаешь такое шикарное признание от твоих, от компаний и от команды. И действительно, у людей вообще меняется мнение о компании, о тех людях, с кем мы работаем. И действительно, признание очень важно для наших людей. Поэтому приглашайте людей, ваших команды на 13 марта, на шикарные мероприятия, и я думаю, что мы там сможем действительно и отдохнуть, и замотивироваться, и получить то признание, которое нам нужна. И вы знаете, я очень часто думаю о том, что у нас есть с вами два потока жизни. Два потока жизни, да. Первый поток, где все известно, когда прийти на работу, когда с ней уйти с этой работы, да, когда будет зарплата, когда будет отпуск. И в этом потоке самое большое, наверное, самое плохое, что там даже думать не надо. Мы с вами ничего не решаем. Мы получаем зарплату, которая установлена нам государством, либо организацией. И, к сожалению, вот этот поток, он приводит к серой жизни. Он приводит нас с вами к той старости, которую мы даже не думаем, когда нам 20-30 лет, да, что это когда-то наступит, когда мы считаем копейки, когда нужно ставить другую работу, для того, чтобы прожить, да, чтобы поддержать своих детей и так далее. И есть второй поток жизни. И сейчас я его сравниваю именно с компанией Reflame. И здесь даже слова звучат совсем по-другому. Мечта, финансовая независимость, стабильность, рост. И действительно, это второй поток, который только... Результат этого потока зависит от вас. Все в ваших руках. И действительно, это совершенно другой мир. Это другие возможности. Я очень люблю компанию Reflame, потому что эта компания ценит своих лидеров. Здесь признание за любое достижение. Здесь шикарный отдых, обучение. Вы знаете, компания Reflame, я только не совсем недавно узнала о том, что это единственная компания, которая проводит свои конференции для своих лидеров бесплатно. Действительно, уважение стороны компании. И те возможности, которые она дает. И сейчас, как вы знаете, в Беларуси тоже компания Reflame не на самом высоком. То есть, мы работаем, скажем так, даже являясь убыточной, наверное, страной для компании Reflame. Но компания Reflame ничего нам не меняет в сторону минуса. Наоборот, дает такие возможности. И турборост, и такие потрясающие акции, где можно получать подарки. Такой шикарный курс. Сейчас, когда клиенты узнают, что у нас остался такой же курс на основе марта, они просто удивлены, что можно сделать хорошие подарки. И при этом тем, кто уже сукрылся из компании, получает дополнительные подарки. И еще есть возможность отдыхать на конференциях с уровнем менеджера и получать признание. И вы знаете, вот эти два потока, первый и второй, между ними есть мост. Те, кто уже пришел в компанию Reflame, часто те, кто находятся сейчас на вебинаре, вы уже как минимум стоите на этом мосту. То есть, у вас уже не уставит первый поток, работа-дом, работа-дом, каждый день на рутина. Вы уже увидели возможности для себя в этой компании. И кто-то из вас, возможно, уже перешел в второй поток жизни, а кто-то еще стоит на мосту. И вот, возможно, опять же, те, кто сейчас не растут, те долго стоят на одном уровне, либо наоборот падают, возможно, вы просто еще стоите на мосту и боитесь делать этот лишний шаг. Боитесь поверить в то, что у вас все получится. Вы знаете, я когда пришла в компанию, я тоже думала, что не все получится и не все получалось. Были и взлеты, и падения. Были потрясающие бизнес-партнеры, которые потом уходили, и они беря свои силы, либо были у них какие-то еще проблемы. Но в то же время, вы знаете, мне очень нравится выражение одного из лидеров компании. В нашей компании есть плюс и минус. Когда вы спросили, какой же плюс, или какой же минус в компании Reflame, вы знаете, здесь иногда приходят такие люди, после которых очень тяжело провести следующую встречу, в которой появится осадок. Это какой же тогда плюс? Здесь иногда приходят такие люди, после которых хочется летать на крыльях и достигать таких вести результатов, о которых даже я не мечтала. Действительно, все эти четыре составляющие успеха и видение вас в этом лидерстве, и действия, и лидерство, и, конечно же, команда, команда, вот это в общем дает тот результат, который мы можем получить. Если где-то что-то у вас сейчас не получается, возможно, какая-то из вот этих вот, из этого этапа, да, у вас выпала искренне. Если у вас нет сейчас команды, поверьте, есть люди, которые очень долго были без команды. Не всегда приходит все сразу. Полгода. У кого-то команда образуется очень быстро. И если у вас сейчас нет команды, поверьте, ваш спонсор знает, как эту команду создает. Возможно, у вас просто еще мало регистрации. Возможно, вы еще не нашли тех людей, которые с вами будут, hairs, сердца будет в сон, которые будут с вами активно действовать, активно работать. Поэтому у вас есть возможность. Каждый каталог что-то совершилось, что-то добавлять, увеличить количество людей в вашей команде, увеличивать количество действий. Потому что, когда начинаешь анализировать, что не получается, даже ничего не получается, когда начинаешь анализировать, Вот что, сколько действий ты сделал, сколько человек ты пригласил. Я пригласила три человека. О каком результате можно говорить? Да, конечно же, должны быть где-то планы, где-то достижение, поведение результатов, и обязательно анализ ваших действий. И вы знаете, как и успех, и не успех за родителями. Поэтому мне хочется вам пожелать, чтобы у вас вы не останавливались на том уровне, который у вас сейчас есть. На этом слайде вы видите такое выражение, что мы сами придумываем себе проблемы, преграды, комплексы и рамку. Освободи себя, вдохни жизнь и пойми, что ты можешь все. Вы знаете, сейчас, когда я только пришла в компанию, я думала, что это не мое, что компания не моя, что этот бизнес не мой. Когда мне говорили, те менеджеры, которые уже были в компании, что мы когда-то пришли в компанию, и тоже не умеют говорить. Я просто думала, ну, конечно, как такое вообще может быть? Но когда здесь находишься, вот в этой атмосфере, когда постоянно обучаешься, постоянно обучаешься и в Минске, и в компании, и здесь у нас, в Битерске, здесь нет ничего невозможного. Все, как говорит, в нашей голове, все наши рамки в нашей голове, наши преграды, наши комплексы, наши страхи. Страхи появляются из-за того, что где-то вы не сделали нужное количество действий. Когда мы не знаем, мы сделали нужное количество действий, да, то нам страшно, что у нас не получится. Но как только начинаешь делать, погружаешься в эту атмосферу действительно и позитива, и тех результатов, которые ты получаешь, что хочется делать все больше и больше. Компания не оставляет нас, скажем так, равнодушными к своему бизнесу, потому что каждый раз она придумывает все новые и новые, и акции. Я думаю, сейчас новички, которые приходят, они вообще загруженными акциями в стартную программу, твоя весна и так далее. Можно получить огромное количество подарков, и люди идут за вами, как за лидерами. Поэтому вы тоже должны понимать, что то, как вы себя преподносите от имени компании, так и люди думают о компании Reflame. Они смотрят на вас именно как на компанию Reflame. И от вас зависит, будут идти люди потоком, да, или они будут уходить, не добившись тех успехов, тех результатов, которые они перед собой стали. И вы знаете, еще одна из составляющих, которая должна быть очень важна, и для меня она была очень важна, это, конечно же, вера в себя. Потому что очень часто, когда мы начинаем работать в компании, вокруг нас появляется огромное количество людей, доброжелателей, которые говорят, что у тебя не получится. Либо это все ерунда, либо это секция и так далее. Но на самом деле эти люди просто не знают о том, что компания уже больше, почти 50 лет на рынке, что компания работает больше, чем в 60 странах. И когда вы верите в себя, верите в свой успех, в свои команды, он обязательно к вам придет. Что бы рядом с вами не было, какие бы проблемы не было. Знаете, как сейчас, в вашей сложной положении, вам кажется, что ничего не получается, все рушится вокруг, возможно, осталось в вашей голове. Маленький шажочек, один как-то ложка, для того, чтобы нашли любимый партнер, нашлись нужные люди, нужные слова, нужные действия. Для достижения своего успеха. И мне бы хотелось, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их задать, да, если что-то у вас, какие-то вопросы появились. Я бы хотела тоже сказать огромное спасибо своей команде, тем людям, которые у меня сейчас появились. Они все совершенно разные. Они похожи друг на друга. Но вы знаете, в комплексе мы добавляем друг друга, да, и вы знаете, они зря говорят, необходимо делать посылу вселенную, когда вам чего-то не хватает. И когда-то на одной из встреч с моим мышцам, самая бодривая, я говорю, а мне нужны в команде творческие люди. И они стали появляться. Если говорю, мне в команде нужны люди, которые рекрутируют, они начинают появляться. Поэтому посылайте свои желания. И такие люди обязательно будут приходить в вашу команду. Большое спасибо всем моим ключевым бизнес-партнерам. Потому что вы большие молодцы. Действительно, ваш результат, ваши действия, они заставляют работать и идти вперед. Придумывать какие-то новые встречи, новые мероприятия для того, чтобы действительно было интересно и людям, и вам работать в этой компании. И мне хочется, чтобы вы достигали тех целей, которые у вас есть. И хочется, чтобы вы посмотрели все, и только мои бизнес-партнеры, но все, кто здесь находится, посмотрели на себя. Таких ли бы вы хотели лидеров в своей команде. Таких ли бы вы хотели людей, чтобы работали рядом с вами. И если вы считаете, что да, если это действительно так, если с вами идут люди, то работайте с влойной силой. Если вы где-то думаете, что чего-то не хватает, поверьте, мне очень нравится в компании, что можно и работать, и получать новые знания, новые навыки. То есть можно и учиться, и сразу практиковаться, да, то есть достигать ту, те цели, которые вы хотите. Оля спрашивает, какая у тебя мечта, если не секрет? Нет, секрета нету. Если брать ближайшие мечты, то у меня очень хочется свозить свою семью, своих троих деток, да, и родителей на море. Это моя огромная мечта. И мечта, конечно же, чтобы в ближайший год как минимум два моих ключевых партнера, так как минимум закрыли звание директора, и мы вместе с ними могли отправиться на золотую конференцию компании Reflame на двух потрясающих лагерах. Очень хочется всегда, чтобы в любых мероприятиях была команда. Вы знаете, вот еще вот, пожалуйста, спасибо за вопрос. Вот на таких, на таком уже уровне, когда мы только вначале, многие часто у нас стоят вопросы, как приглашать других на мероприятия, да, как приглашать других людей на какие-то встречи. Я когда была новичком, мне тоже казалось, что люди не пойдут. Им это не интересно, им это не нужно. Но сейчас, когда уже достигаешь более высоких знаний, да, и ты веришь не только в свои силы, но и в все то, о чем говорит компания, ты понимаешь, что просто превышаешь отдельно вот этих эмоций. Хочется, чтобы они получили тот же заряд, те же результаты. Потому что действительно на данный момент, на рынке в Беларуси, я не вижу ни одной компании, которая может давать такие результаты. Когда встречаешься с знакомыми, только слышишь о том, что зарплата не растет, да, или вообще падает, да, только слышишь о том, что там плохое начальство или еще что-то. Я очень рада, что у нас компания совсем не так. Приходишь в офисе, только слышишь хорошие результаты, получил бонус, тот новый уровень. И причем радуешься за этих людей больше, чем за себя. Радуешься за достижение людей, которые находятся в другой параллельной структуре. И так как наш вебинар подходит к такому завершению, да, надеюсь, что это было полезно сегодня для вас, да, какими-то новыми действиями, какими-то новыми, может быть, секретами, скажем так. Вот. И я хотела бы в заключение тоже поставить вам одно видео. Оно действительно мне очень нравится, очень дрогает. И понимая, что действительно, когда мы вырастаем, что-то в нас, когда мы просто работаем на обычной работе, что-то в нас сломается. Что-то стирается в нашей, и мы не идем к тем целям, к тем результатам, к которым мы мечтали в детстве. И хочется, чтобы каждый из вас, даже, может быть, сегодня вечером, вспомнил о тех мечтах, когда он был маленьким. Мы со своими данными сеструю встречались и говорили, знаете, когда, может, кто-то тоже этим увлекался, нам на встрече привозилось внимание журналы, такие очень толстые, с красивыми, там, мебелью, одежды, там, и все остальное. И мы с ней листали те журналы, кричали, это мое, это мое, у меня это будет. Так вот, хочется, чтобы вы, листая план успеха, листая бизнес-план компании Reflame, тоже там и кричали, я буду там, я буду здесь, это будет мое, будем вместе с командой на этих конференциях и на этих банкетах директоров. Вот, поэтому я с вами прощаюсь, было очень рада вас сегодня видеть, потому что такое общение, очень приятно, когда огромное количество людей, с ними можно пообщаться, услышать какие-то интересные результаты. И я вам ставлю визу, всем большое спасибо и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok